Предновогодняя ярмарка расположилась у кинотеатра «Искра». Давненько здесь не было торговых рядов, но теперь в самый раз. И многие не упускали возможности что-то прикупить к праздникам, а заодно повеселиться на гуляниях, которые развернулись тут же. Очень здорово здесь. Дети здесь играют. Конкурсы здесь играют. Очень весело. Концерт нравится. Чай нравится. Очень вкусно. Чаем угощали уже на входе. Сразу три пузатых самовара, как бусами, обвешанные ароматными сушками. Встречали всех, кто приходил на праздник. Угощаем чаем. Есть черный чай, есть иван-чай. Очень вкусный. Нет снега, хотя бы чай, я думаю, поднимет настроение. Ты с чем любишь чай? Расскажи. С лимоном. С лимоном. А ты с чем? Ну, тоже с лимоном. Он вкусный. Но эти представители истина русского чайного сообщества оказались лишь меньшими братьями главного героя торжества. Самовар Самоварович. Именно так уважительно называют гостя Ленинского городского округа, который сегодня приехал к нам из города Электросталь. Самовар Самоварович вошел в книгу рекордов Гиннеса. Как самый большой, как самый высокий, а также как самовар, из которого в один день выпили чай сразу семь с половиной тысяч человек. Изготовлен самовар-гигант на предприятии города Электросталь. Латунные части его были сделаны на литейно-механическом заводе в Ногинске. Настоящий традиционный самовар. Вот сюда забрасываются дрова. Впервые чудо-самовар народ увидел на дне города Электросталь в сентябре нынешнего года. После чего великан начал свое путешествие по городам и весям. Везде его сопровождают ребята-волонтеры. У вас сегодня с чем чай? У нас чай обычный, черный. Ну, на всех хватит? Да, на всех. Сколько там литров, не знаете ли? В него вмещается 750 литров. Ведновчане с удовольствием угощались горячим чаем, радуясь хорошему дню. Мы пришли с хорошим настроением. Исправим! Получить, как сказать, заряд бодрости на выходные. И веселья. И веселья, да, и радости, чтобы все было хорошо. Я хочу поучаствовать в чем-то классном и на прыганье, на бег. И поучаствовать при желании в конкурсах и эстафетах мог каждый. Веселиться от души – вот главное, зачем сюда пришли взрослые и дети. И они это получили. Лучшие самодеятельные артисты выступили для всех, кто побывал в этот день у кинотеатра. И пусть зима не щедра на снег, и в песнях поют лишь про любовную метель, предновогоднее настроение у видновчан уже появилось. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.